Вновь многотонные виндокрылые машины готовятся к взлету. Это тренировки. Экипажи приступают к плановым практическим действиям. Как всегда, четко и слаженно. В программе сразу несколько видов упражнений. Одна из задач – выполнить работу с грузом на внешней подвеске. Необходимо забрать его из точки А и доставить в точку Б в целости и сохранности. В упражнении участвуют сразу три вертолета. Борт, перевозящий груз, прикрывает боевая единица. В наших репортажах мы не раз рассказывали о высокопрофессионализме вертолетчиков. Управлять этим воздушным судном гораздо сложнее, чем самолетом. Особенности аэродинамики. И вновь мы на борту Ми-8. Хочу отметить, что идет судно очень плавно. Я не чувствую никаких колебаний. И это при том, что вертолет летит с грузом весом полторы тонны. Всего же грузоподъемность боевой машины – четыре тонны со стороны. Кажется, что выполнить такую задачу не так уж и трудно. Настолько уверенно, без заминок и задержек во времени, экипажи выполняют свою работу. Но на деле все не так просто. Никто из сидящих в кабине вертолета не видит груз. Сложная задача – это, конечно, взаимодействие экипажа должно быть налажено. То есть командир экипажа и бортовой техник. Сложность того, что командир экипажа не видит груз, он висит под вертолетом. И все команды он получает от бортового техника. При укладке груза, при работе с грузом. В полете вертолет необходимо пилотировать более плавно, а не допуская раскачки груза. Качество выполнения полетного задания оценивано отлично. Однако не время расслабляться. Впереди новое задание – погрузка высадка десанта посадочным способом. И вновь борт прикрывает боевая единица. Вот где проявляется выучка, слаженность действий всего экипажа. Как говорил Суворов, единство дает согласие. Смотри на дело в целом. Все как в боевых условиях. И здесь, как говорится, время драгоценнее всего. Порой задание нужно выполнить в кратчайшие сроки. И при этом эффективно. От этого может зависеть жизнь и здоровье человека, которого, например, необходимо эвакуировать. Поисково-спасательные работы отрабатывались на учениях. Задача усложнялась тем, что полеты выполнялись над водной поверхностью. Большая высота висения. Висеть достаточно сложно на большой высоте, а тем более над водной поверхностью, по причине отсутствия каких-либо ориентиров, которым можно зацепиться. Вертолет зависает над водоемом. Специальное оборудование, предназначенное для подъема из воды пострадавшего, уже подготовлено. Четко, слаженно, без промедлений военнослужащие спускают спасательную корзину. Вертолет все это время остается на месте. Члены экипажа, кажется, понимают друг друга с полувзгляда. Каждый выполняет свою задачу, при этом все действуют сообща. Отсюда и результат. Человек на борту. Операция прошла успешно. Отлично себя ощущаю. Самочувствие хорошее. Ребята молодцы. Справились со своей поставленной задачей, со своей работой. Я считаю, что выполнили ее безупречно, без изъянов. Меня доставили на борту живым-здоровым. Собственно, поставленные цели все были достигнуты. Фессиональная работа всех длинного экипажа. Все молодцы, отработали, как положили. Вышли на летчика. Дома шли люльки, подняли на борту. Все успешно. Все живые задачи выполнены. Отработав абсолютно все поставленные в этот день задачи, экипажи вернулись на место постоянной дислокации. Однако отдых будет недолгим. Им вновь стремительно закрутятся винты. Вертолетчики поднимут многотонные боевые машины в воздух. Работа военнослужащих трудная, опасная и очень важная. В такое непростое время мы это понимаем как никогда. Эти люди и днем, и ночью выполняют сложные боевые задачи. Стоят на страже воздушных рубежей Отечества. Стоят на страже воздушных рубежей Отечества.